Заговорила артиллерия дальнего действия с левого берега Волги Она поддерживает контратаку наших войск в районе завода Огонь! Немцы пытаются остановить атаку огнем своей артиллерии Метр за метром продвигаются наши бойцы по разрушенным цехам Так шел заводской день День тяжкой боевой работы Это немцы Враг подстерегал за каждым обломком стены Это была непрерывная схватка И длилась она в районе заводов 50 дней и 50 ночей Немецкие самолеты каждый день бомбили наши части, укрепившиеся в цехах КОНЕЦ Но бойцы стойко держали оборону заводского района Сталинграда В самые тяжелые дни работал Сталгресс Немцы выпустили по Сталгрессу 500 снарядов Сбросили на него 80 тяжелых авиабомб В минуты опасности рабочие инженеры забегали в стальные индивидуальные убежища Сталгресс давал энергию цехам заводов в южной части города Там ремонтировали танки КОНЕЦ Вся страна, все свободолюбивые народы мира, затаив дыхание, следили за героической обороной Сталинграда За 90 дней обороны у новых жителей Сталинграда сложился свой неповторимый быт Это фронтовые лампы и снарядных гильз Фитили делаются из шинелей и портянок Сколько теплых писем домой Написано под цвет этих коптилок Как-то гвардии красноармеец Павел Шумилин починил часы И с тех пор у него нет отбоя от заказчиков Вот эти часы найдены в доме только что отбитым у немцев Субтитры делал DimaTorzok На Волге лед, без берега огонь Но много раз за день переправляли бойцы-лодочники 62-й армии драгоценный груз в Сталинград Здесь же на переправе вручается награда герою-лодочнику Беспалову Из этого дома немцы обстреливали лодочную переправу Генерал-лейтенант Чайков отдает приказ выбить немцев из дома В этом доме, расположенном на высоком берегу Волги, засели немцы Из окон дома они круглосуточно наблюдают до Волги и левым берегом Отсюда били они прямой наводкой по переправе Наши саперы произвели подкоп и заложили под дом сильный заряд взрывчатки Взрыв был сигналом штурма Любимица сталинградцев граната F1 Пенька зовут ее бойцы КОНЕЦ Есть приказ командующего выполнен Все плотнее идет лед Все труднее нашим дивизиям, прижатым к берегу Волги Здесь стояли в начале ноября части Горохова, Людникова, Батюка, Родимцева Они ни разу не глянулись назад За спиной была ледяная Волга За спиной была судьба страны А в это время готовилось великое наступление Доброе утро, ты берегу Давайте baba Доброе утро Спасибо за помню Спасибо Никакаша 跟我 Батц Они С mir